В центре занятости яблоку негде упасть. Здесь собрались школьники, которые летом планируют не отдыхать от учёбы, а поработать на благо города. Ребята получают направление в мобильный трудовой отряд «Будущее строим сами». Молодёжь, несмотря на то, что начинается всё мероприятие в два часа, они приходят довольно-таки рано, утром. Найти работу летом для школьника или студента – отличный способ заработать свои первые деньги и заняться полезным делом, а не тратить время впустую. Я работала раньше, позапрошлом году. Я хочу поработать, потому что мне нужно себя чем-то занять летом, не хочу просто сидеть дома. Ежегодно Центр занятости населения открывает сезон летнего трудоустройства несовершеннолетних, ярмарка и вакансий. Мобильный трудовой отряд пользуется у подростков особой популярностью. Работодателем выступает Молодёжный центр «Современник». 45 детей получат направление на работу. У них потом сейчас будет время немножечко, чтобы собрать все документы, предоставить вовремя их «Современник». И с 3 июня они уже приступают к работе. Фронт работы трудового отряда большой – очистка города от мусора. Все летние месяцы ребята в униформе следят за чистотой территорий общего пользования. Когда работаешь в МТО, понимаешь, что появляется стимул не мусорить в течение всего оставшегося года. Просто начинаешь серьезнее относиться к окружающей среде. А еще подросток, работая по-взрослому, учится планировать труд и время на отдых, привыкает к самостоятельности и ответственному поведению. На сегодняшний день у нас пока вакантные рабочие места в мобильный трудовой отряд. Далее, если будет поступать информация от работодателя о потребностях в рабочих местах для трудоустройства подростков, информацию мы будем освещать в соцсетях, на страничке центра занятости ВКонтакте, либо в одноклассниках. Традиционно в период летних каникул подростки смогут поработать с помощниками вожатых. Также рабочие места для несовершеннолетних предоставят компании «Роснефть про нефтегаз» и «Газпром добычи Ноябрьск». Ирина Заикина, Руслан Утанов, Новости Губкинского.